В Гродневской области произошло 706 пожаров, в днях которых погибло 67 человек. Что касается города Гродно, то в текущем году произошло 668 пожаров, погиб 1 человек. В 2020 году погибло 8 человек. Если говорить в первую очередь о причинах пожаров, то, конечно же, это в первую очередь связано с неосторожным обращением с огнем при курении. При курении в состоянии алкогольного опьянения – это наиболее распространенная причина. По этой причине ежегодно в республике погибает более 500 человек. Как правило, происходят данные трагедии из-за курения в нетрезвом виде. Небрежно брошенная непотушенная спичка или окурок является следствием возникновения данных пожаров. Многие считают, что это не заслуживает внимания. Но осознание то, что практически во всех случаях гибель людей можно было избежать, если бы они сами понимали о том, что они делают и что трагедии творят собственными руками. Чаще всего жертвами огня в таких случаях становятся граждане, которые злоупотребляют спиртными напитками, которые ведут эсоциальный образ жизни. В лучшем случае последствия – это ожоги, различные степени тяжести, значительный материальный ущерб. Но, как правило, нерадивые курильщики платят цену в большей степени то ли своей жизнью, то ли своим здоровьем. Конечно же, нельзя выразить в денежном эквиваленте жизни, но все, что приходится положить на тарь собственной обеспеченности – это не только своя жизнь. Виновники пожаров чаще погибают не от огня, а в результате отравления продуктами горения. В состоянии алкогольного опьянения люди не способны осознавать и ощущать те чувства, которые могут возникнуть в трезвом виде. Поэтому они неадекватно воспринимают действительность и, как следствие, притупляются инстинкт самосохранения. Засыпаются непотушенные сигареты, от которых сначала загорается постельное принадлежность, затем другое имущество. В целом, если не можем отказаться от сигарет, то все же необходимо курить с соблюдением мер безопасности. Ни в коем случае нельзя бросать непотушенные сигареты на пол, не курить в постели. Если допускается курение, то складывать в жестяную банку, лучше всего наполненную водой. Пьяная сигарета – самая частая причина пожаров и гибели людей на них. Нередко любители табака несут угрозу не только себе, но и родным и близким. Характерный случай был 17 ноября текущего года. Около трех часов ночи в службе спасения поступило сообщение о загорании по улице Гагарина в городе Гродно. Через несколько минут прибыли наше подразделение. По автолестнице спасатели спасли находящегося на балконе хозяина 55-го года рождения и подали водонадушение. Спасенный госпитализмом с деревянным отравлением продуктами горения, ожогами 8% тела. При проведении разведки в подъезде было обнаружено погибшей супруга хозяина 53-го года рождения. Сын хозяина, который тоже находился в квартире 77-го года рождения, вышел из квартиры самостоятельно. Основная рассматриваемая причина возникновения пожара – это банальное неосторожное обращение с огнем при курении. Причем при проведении проверки выяснилось, что все трое курили и допускали курение, в том числе и в постели. Как мы знаем, предупредить беду легче, чем ликвидировать последствия. Курящий человек подвергает риску не только себя, но и своих близких. Вот характерный случай, по которому я только что говорил. О последствиях для здоровья давно известно. Пассивное курение наносит большой вред окружающим. Но курок может принести беду, в том числе и проживающим внизу. Так пепельница, которая стоит на балконе, может послужить злой шуткой соседям, которые проживают внизу. Лучшее средство безопасности себя – это совсем бросить курить. Не забывать, что летающие пьяные курки могут стать причиной жизни, в том числе и судеб, и сожженных домовладений, которые находятся ниже на этажах. Так, 14 апреля было загорание балкона в жилом доме по улице Брикеля. Позвонили соседи, увидели дым, подняли тревогу, когда прибыли наши подразделения, ликвидировали очаг под тручными средствами. Когда начали выяснять, оказалось, что в квартире проживает молодая женщина с двумя детьми. На балконе периодически курила, вместо пепельницы использовала пластиковый цветочный горшок, который стоял на подоконнике. Накануне происшествия покурила, вышла в магазин, за детьми присматривала бабушка. Огнем повреждена оконная рама, деревянная обшивка. Хорошо, что из жителей квартиры никто не пострадал. Хочется напомнить жителям нашего города, что ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ материалов. Также требуется от посещения чих вас гостей не оставлять в пепельнице ни багажа на огурки, спички, не бросать их в мусорные корзины, места, где возможно загорание. Также не бросать огурки с балконов или окон, которые могут спровоцировать, пожав, попав на балконы, где часто хранятся старые вещи. Закрывать окна и двери балконов при уходе с квартиры, особенно в летнее время, для исключения попадания источника зажигания. И не бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты лечной клетки или шахту лифта. Ни в коем случае не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Более 50% пожаров возникает тогда, когда человек спит. И человек не осознает того, что в квартире находится большое количество токсичных веществ, и что опасно и может привести к смерти в течение нескольких минут. В большинстве случаев пожар можно ликвидировать в начальной стадии, если в квартире и доме имеется автономный пожарный извещатель. Этот прибор помогает своевременно обнаружить возгорание, реагирует на задымление, подавая мощный звуковой сигнал, который слышит не только спящий человек, но и соседи, проживающие рядом. Благодаря этому устройству, автономному пожарному извещателю, в 2021 году спасено 8 человек. Сам автономный пожарный извещатель прост в эксплуатации, не требует каких-то затрат, интерьер не портит. Единственное, что нужно, это по мере необходимости менять элементы питания и периодически очищать от пыли с помощью пылесоса. Периодичная замена батареек один раз в год. Также рекомендуется устанавливать автономный пожарный извещатель в жилых комнатах. Мигающий сигнал красного цвета, который расположен на корте, свидетельствует об его исправности и нахождении в дежурном состоянии. Многих интересует, как прекратить звучание. Если извещател нет пожара, для этого необходимо привезти к помещению и в течение нескольких секунд пропылесосить или вынести батарейку и поставить ее обратно. Не экономьте на собственную безопасность, установите автономный пожарный извещатель. С 15 числа стартует республиканская акция «Безопасный Новый год». Предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров в результате нарушения правил пожарной безопасности. Но, конечно же, не обходится без травм при подготовке к праздникам. В том числе, методом неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Предновидится с подобными последствиями цель вот этой республиканской акции «Безопасный Новый год», которая будет проходить с 14 по 31 декабря текущего года. В акции будут принимать участие активисты молодежной организации спасателей пожарных, работники городских отделов по чрезвычайным ситуациям, студенты, работники других заинтересованных организаций, а также субъекты профилактики. Данная акция запланирована в три этапа. Финальные этапы акции пройдут в местах массового пребывания людей. Это будет на открытых площадках, крупных торговых центрах, рынках, детских развлекательных площадках. В ходе акции мы будем рассказывать о мерах безопасности при украшениях рождественских новогодних праздников, при украшении своего дома елками, гирляндами. Также будем предупреждать об опасности использования петард, бенгальских коней, фейерверков, о возможности травматизма в период гололедицы и при катании на льду. И что делать, если все же чрезвычайная ситуация проросла. Также запланированы подвижные увлекательные конкурсы. Также хотелось бы предупредить, что приобретать петард технические изделия можно только в специализированных магазинах. Перед этим необходимо изучить инструкции по применениям. И ни в коем случае не разрешать детям использовать петард технику самостоятельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова